Привет, друзья! Пока еду на тренировку, отвечаю на очередной присланный вопрос. Чем отличается работа со штангой от работы с гантелями? Ведь вы знаете, я за силовой тренинг, за работу со свободными весами. В принципе, вопрос звучит логично, но если хорошо подумать, то ответить на него можно самостоятельно. Лично мои рекомендации относительно тренинга, вы все прекрасно знаете, это периодизация. И не важно, натуральный вы атлет или сидите на фармакологии. А если натуральный, то для вас это имеет первостепенное значение. Как же периодизацию свою циклировать и где использовать штангу, а где использовать гантели? Ну, во-первых, поговорим о том, в самом начале, в очередной раз напомню, что главное переходить на периодизацию после того, как вы достигли определенных силовых показателей. Силовые тесты, так называемые, они есть у меня и в статьях, и в видеороликах. И вы их сейчас можете видеть на моем канале. Многие девчонки и парни, женщины, мужчины присылают свои тренировки с этими нормативами, можно так сказать. Так вот, для парней отдельно, для девушек отдельно. Когда вы достигли этих силовых показателей, вы смело должны переходить на периодизацию. Я рекомендую использовать штангу в силовом тренинге. В силовом тренинге, направленном на развитие силы. Гантели же используйте, когда вы тренируетесь в силовом тренинге на развитие мышечной массы. В чем разница будет между этими двумя подходами? Ну, во-первых, присед и становая тяга, если вы их делаете в обоих режимах, тренируясь на силу, тренируясь на гипертрофию, все же необходимо делать со штангой. Это понятно. Почему? Потому что это технически безопаснее, и вы можете работать с более серьезными весами. А кто бы что вам не говорил, чем больше вес вы способны преодолеть, тем сильнее и крупнее вы станете. Естественно, при соблюдении остальных необходимых законов. Питание, восстановление. Что нужно помнить? Это то, что когда вы тренируетесь со штангой, вы как бы превращаетесь в такую раму. Ваши руки с грифом образуют раму, которая, хотим мы того или нет, все равно будет, может негативно воздействовать на плечевые суставы. В таких упражнениях, как жимы, особенно сидя, стоя. И в некоторых упражнениях для грудных мышц. Но когда мы работаем со штангой, мы можем преодолеть реально большие веса. Вот почему я рекомендую со штангой работать в силовом тренинге. Повторений у нас там меньше, веса больше, никаких отказов. Вы помните этот закон, да? Все самые грамотные и сильные люди планеты всегда говорят о том, что никакого отказа, когда вы работаете над силой. Отказ убивает силу. Хотите вы того или нет? Верите вы в это или нет? Это, как говорится, ваши проблемы. Но многие скажут, ты же говоришь, что чем больше вес ты можешь преодолеть, тем больше будут и мышцы, когда вы работаете над гипертрофией. Не целесообразнее ли будет работать и на массу со штангой? Да, в некоторых упражнениях целесообразнее. Но, к примеру, возьмем жим лежа. Когда вы работаете над силой, это понятно. Сразу замечу, что и со штангой, и с гантелями работает большое количество мышц стабилизаторов. В этом и есть преимущество базовых упражнений со свободным весом над тренажерами. Но с гантелями ситуация немножечко лучше, потому что больше балансировки необходимо. Соответственно, больше мышц включается в работу. Но здесь другой фактор еще. Когда вы работаете над гипертрофией, вы знаете, что одним из факторов того, чтобы ваши мышцы начали расти, это фактор нахождения под нагрузкой. И когда вы работаете с гантелями в массонаборном режиме, больше включается мышц, значит, работают все системы организма больше на пределе, чем со штангой. И под нагрузкой вы находитесь дольше, чем когда работаете на силу. И еще один очень важный момент. Гантели позволяют, работая в жиме лежа, выполнять движения более био... Слово вылетело из головы. В общем, движение более... Функциональное, что ли, для ваших мышц груди. Потому что основная функция грудных мышц – это приведение руки перед собой. Так вот, с гантелей можно более четко выполнить данное движение с точки зрения биомеханики, с точки зрения кинезиологии. Со штангой тоже можно неплохо поработать. Но все-таки оставьте штангу для того, чтобы работать над силой, над силой всего плечевого корпуса. А когда работаете на массу, работайте с гантелями. Во-первых, это будет и смена режимов для центральной нервной системы. А вы знаете, что центральная нервная система регулирует все остальные системы. И если вы перегружаете, переутомляете свою центральную нервную систему, не ждите отдачи от других систем. Также работа постоянная, однотипная, долгая работа, монотонная, линейная работа, если хотите. Она утомляет и центральную нервную систему, и эндокринную систему. Поэтому есть смысл менять штангу на гантели. И менять ее именно в такой вот последовательности. Работая над силой, мы работаем со штангой. Работая с гантелями, мы работаем лучше с точки зрения отдачи, когда трудимся над массой, над гипертрофией. Все это, конечно же, примерно условно, но имеет под собой серьезное обоснование, которое я примерно вам сегодня попытался вкратце рассказать, пока еду сам тренировать грудные мышцы. По плану у меня сегодня гипертрофия грудных мышц, и буду еще делать бицепсы. Начну я, естественно, с экстензий, но то, что касается грудных мышц, я буду делать сегодня жимы наклонные с гантелями, и потом поджимаюсь от брусьев. Вы знаете, что мышцы грудные большая и малая, и верхний сегмент грудной мышцы, поэтому необходимо два упражнения, которые задействуют целиком и полностью эту мышечную группу. Но хочу сказать сразу, что брусья – это лучшее упражнение, и единственное упражнение, наверное, которое включает все грудные мышцы целиком и полностью. Об этом еще не раз говорил и Арнольд Шварценеггер, но почему-то мало кто это помнит, мало кто обращает на это внимание, ведь гораздо круче, приятнее сжать штангу лежа, чем отжиматься от брусьев. Более понтово, что ли, если хотите. Молодежи очень сложно это объяснить. Но если вы не можете отжиматься в пяти подходах по двадцать раз от брусьев, я считаю, что вам вообще не стоит сжать лежа. Но вы можете ко мне не прислушиваться, это будет лично на вашей совести. Мое дело – дать вам грамотные советы, которые приведут вас к успеху. Или не приведут, если вы их проигнорируете. Если у вас возникают какие-то вопросы еще, если, может быть, я что-нибудь забыл, тяжело рулить и рассуждать по поводу штанги, по поводу гантелей, то тоже смело задавайте, смело пишите. Если у вас есть какие-то свои соображения, смело высказывайте их в комментариях. А лучше снимите свой видеоролик о вопросах штанга или гантели. Нам всем будет очень-очень интересно. Итак, еще здесь тогда дам пару советов относительно силовых тренировок и тренировок на гипертрофию. Во-первых, я уже сказал самое главное правило, не работаем в отказ, когда тренируемся над силой. Силу дают, и если мы говорим о бодибилдинге, подходы на 3, 4, 5 повторений. Ниже опускаться не стоит, и выше. Вот тот коридор, в котором вы должны оставаться, работая на силу, это 3, 5 повторений. Меньше 3 не стоит опускаться, потому что будет у вас желание брать веса больше, на себе проверено, и вы обязательно где-нибудь забараните, то есть попадете в отказ. Это будет убивать силу, и это травмоопасно. Не забывайте, что самые сильные люди планеты, жимовики, да и те, кто работает в становой, в приседе, никогда не работают в отказ. Большую часть своих тренировок проводят с 70-75% от обычных весов, стараясь работать над взрывной силой, что тоже очень и очень важно. Нужно ли нам, бодибилдерам, работать над силой? Конечно, нужно. Ведь с чем большим весом вы поработаете над любой мышечной группой, тем больше эти мышцы будут. Это закон. Для тех, кто говорит, что вес не важен, просто сами для себя ответьте на такой вопрос. Если один и тот же человек или если братья-брезнецы будут работать в подъемах штанги на бицепс в 12 повторениях с 40 килограммами штангой или со штангой в 70 килограмм, как вы думаете, у кого руки будут больше? Это ведь очевидно. Все процессы, протекающие в организме у нас одинаковые, вызываются они одними и теми же раздражителями, одними и теми же факторами. Если ваш тренер говорит обратное, он просто хочет зарабатывать на вас, на персональных тренировках. И когда вам говорят, что нужно тренироваться всегда совершенно по-разному, каждому человеку нужен супер индивидуальный подход, друзья, это полная чушь. Если бы так было, то не было бы ни медицины, ничего не было. Во всех других видах спорта есть четкие разработанные планы достижения того или иного физического качества. И все спортсмены, работая по ним, получают результат. Естественно, если они работают. Но почему-то мы бодибилдеры считаем себя... Понятно, каждый из нас хочет чувствовать себя индивидуальностью. Но, друзья, так это не работает. Конечно, индивидуальным должен быть для каждого из нас план питания. Потому что у всех у нас разная конституция тела. Кто-то имеет больший процент жира, кто-то меньше, кто-то склонен набирать жир, кто-то менее склонен. У кого-то мышцы растут быстрее, у кого-то медленнее. Но все эти процессы вызываются одними и теми же действиями. Для каждого человека. На ком-то это действует. Лучше, на ком-то хуже. Вот и вся индивидуальность. Можете, конечно, кидаться в меня различными предметами. Но факт от этого не перестанет быть фактом. Что касается массонабора. Можно ли тренироваться в отказ? Можно, но здесь тоже нужно понимать, что такое в отказ. До отказа. Когда большинство профи говорит вам, что не тренируются до отказа, это не значит, что не тренируются, пока их не задавило. Нет. Грамотный тренинг в отказ, до отказа, на гипертрофию. Это такой тренинг, когда вы выполняете заданное количество повторений, к примеру, 10. И 11 повторение с этим же весом, если бы вы захотели его сделать, оно задавило бы вас. То есть не получилось. Вот что значит грамотный тренинг в отказ. Но не то, что делает большинство людей, убивая себя просто и останавливая процесс. А потом говорит, что нет роста, нет массы, нет силы. Тренироваться нужно грамотно. Нужно понимать, что, для чего и когда мы делаем. Тренироваться в настоящий отказ нужно только для промежуточных мышечных волокон. Об этом у меня есть видео и ролики, статьи. Так что, друзья, всегда, всегда думайте головой, понимайте. Знания не всегда дают понимание. Вот что самое интересное. Когда вы это осознаете, вы немножечко по-другому начнете все воспринимать и смотреть на жизнь в целом и на тренировки свои в частности. Это очень-очень важный момент, друзья, который необходимо принять, записать себе на подкорку. Ну что, друзья, надеюсь, вам было интересно. Если понравилось, ставьте лайк. Пишите, что понравилось. Пишите ваши вопросы, пожелания в комментариях. Если не понравилось, смело ставьте дизлайк. Но также не забудьте написать, что не понравилось или с чем вы не согласны. Обоснуйте это, что не так, как является на самом деле или как должно быть. Тогда это будет реальная дискуссия, а не просто высер от хейтера или от тролля. Надеюсь, у вас у всех все хорошо и в жизни, и в спортзале. А мы с вами, как всегда, увидимся в следующий раз. Спасибо, что смотрели.